давно видео не записывал на youtube никакой не выкладывал вот решил сегодня записать как мы едем на гору здесь в орегоне это к нам самая близкая гора где снег стабильно всю зиму там даже он летом есть лыжники катаются кусочек ледника лежит и можно все лето до августа по-моему в августе они его закрывают вот мы сейчас выезжаем время час час 11 туда где-то ехать мы сейчас battleground и это штат вашингтон сейчас мы выходим на двадцать шестую и едем штат орегон перепутал не на 26 на 205 на 84 а потом уже туда до самого манхуда машине спокойно все дети заснули туман вообще все уже все всю неделю будет такой у нас всю зиму в принципе погода не очень или дождь или туман так чтобы солнце было это редко короче как в лондоне погода вот сейчас мы выходим на пятерку это главная дорога здесь самая большая она идет от мексики она даже по моему в мексику заходит и до самого я знаю точно до канады это точно но я думаю и дальше может быть даже в аляску выходит куда-нибудь туда по всему побережью короче ну а не прям рядом с океаном она где-то два часа от от самого края от океана все от вам и все время по ней ездили в калифорнию по ней ездили и то что мы туда часто ездим особенно в калифорнии но только по ней ограничение скорости хорошая здесь 70 это 110 получается сейчас я круиз включу так это 110 но все едут вот я еду 70 меня перегоняют так плавно все вот еще машина додиняй это говорит о том что как бы все стабильно 75 я даже 75 где-то еду 120 125 130 километра километра здесь спокойно едутся как только она начинает доходить до городов то сразу скорость падает до где-то 60 это сотня но все равно все едут где-то 105 110 да вот приближаемся сейчас границы вашингтона и орегона режиссер конечно из меня не очень будет я так буду включать камеру где считаю нужно сейчас паспортный контроль будем проходить все при въезде в аргон досмотр машины с овчарками да не шучу моя жена так на меня смотрит здесь здесь штаты это как можно сказать европейский союз в каждом штате немножко не немножко свои а довольно таки очень сильно отличающиеся законы но все вместе одно государство особенно это я вот с этим сейчас я начал как хобби стрелять очень часто ездить потом начал вникать во все законы касательно стрелкового оружия в сша и начал понимать насколько они сильно очень сильно отличаются от штата к штату про это можно вообще отдельно ролик записать чисто объясняя все эти отличия но они большие грубо говоря либеральные штаты как орегон вашингтон калифорния нью-йорк нью-джерси и еще какой-то один в них законы конечно по сравнению с европейскими это гуляй поле но по сравнению с остальными штатами они довольно таки строгие самые строгие это в калифорнии и в нью-йорке там вообще капец здесь надо еще иметь ввиду что они могут отличаться от города города тоже немножко может быть в основном штате закон довольно такие свободы насчет оружия там я знаю в лас-вегасе в неваде там и автоматическое оружие разрешают и ну прям в аренду брать пострелять а допустим в чикаго вообще запрещено оружие полностью что-то камера сбилась полностью говорю в границах города запрещено оружие в чикаго вот так вот у нас можно и автоматическое иметь в нашем штате и в оригоне тоже просто за него надо очень большие деньги платить его очень ограниченное количество после 89 года запретили производство нового автоматического оружия для населения поэтому оно более так ограничено сейчас винтовки с автоматическим полностью рабочим циклом начинаются около десяти тысяч долларов ты конечно можешь сам модифицировать все ее но это будет тоже бюрократии очень денег много стоит обычно некоторые берут и просто это делают собирают запчасти но это нелегально это запрещается можешь просто купить одно одно выстрелило ну такое там магазин на 40 патронов каждый раз курок нажимаешь оно каждый раз стреляет пока все патроны не закончатся то есть как карабин и винтовка это называется оно ничем больше не будет отличаться от военного образца кроме того что она просто очередми не может стрелять и все а так здесь куча примочек всяких которые там на курки курки специальные все такое оно все легально ты можешь ее купить и оно позволяет тебе стрелять очередми точно так же как и именно с завода автоматическое оружие но это в нашем штате в Калифорнии самые строгие законы пистолеты там свободно можешь сколько хочешь какие хочешь пистолеты дробовики тоже какие хочешь сколько хочешь снайперские вот эти винтовки пятизарядные или для охоты тоже сколько хочешь главное чтоб там пять зарядов было но как только касается автоматов вот этих там уже начинается куча нюансов то можно то нельзя рукоятка должна быть такая они бы вообще с удовольствием их всех запретили полностью в Калифорнии все эти винтовки если бы их воля была но сразу ничего у них не получается они в эту сторону постоянно давят но пока не получается там много населения в такой фермерской части штата деревенской они против этого конечно если ты приедешь в Лос-Анджелес Голливуд то там поголовно можно сказать все будут против оружия поголовно как только ты выезжаешь за границы города все начинает меняться вообще Америка она такая кто консервативных таких христианских взглядов придерживается они в основном они живут вне городов таких как крупных городов ну Техас исключение там и в крупных городах консервативные и в мелких и как угодно короче еще много таких штатов как Техас есть центральная часть Америки там все довольно таки консервативно настроенные за оружие доступное в любых формах количествах за христианские ценности в законе прописанный насильно заставляющий другую часть населения примерно как-то повиноваться им чем ближе едешь к океану тем больше народ такой более либерально развращенный грубо говоря наверное это что-то как-то связано с океаном я не знаю посмотрел на океан и думаешь уже умнее всех да я только вчера приехал стрелял опять на горе сегодня уже на следующий день едем жена говорит едем отдыхать он опять про свои винтовки ладно все заканчиваем разговор про винтовки будет только дорога манхут и обзор отеля все нет я соврал все таки на 26 заворачиваем здесь что я видео записывать стал и забыл как на манхут ехать бывает же такое да уже раз уже раз двадцать там наверно был уже раз двадцать там наверно был все и вот так по двадцать шестой сейчас уже сколько час сорок час сорок четыре по двадцать шестой так еще ехать где-то примерно минут пятьдесят выехал мужик тоже дает ремонты всякие панда экспресс вкусная еда китайский ресторан панда панда вареная панда жареная все блюда из панды пальчики ближе уже почти сколько два ноль три два ноль четыре время уже почти час везде и сейчас вспомнил здесь только что сейчас поворот будет налево или проехали уже с другом ездили недавно ферма для рыбалки платишь за каждую рыбу которую ты поймаешь ты туда приезжаешь паркуешь машину там такой домик там где-то пять или шесть маленьких озер таких даже не озера можно сказать бассейнов и там форель и ее просто кишит размером где-то сантиметров может быть сорок пятьдесят вот такая вот ты закинул тебе там прям тоже все дают можешь если у тебя нету своей то тебе удочку снасти все дают ты закинул минута и ты вытягиваешь они там ее по длине не по весу а по длине где-то средняя долларов шесть выходит в принципе то же самое что купить в магазине но зато сам словил интересно экспириенс туда многие детей берут просто так за компанию там сильно ничего уметь ловить рыбу не надо закинул она клюет просто вытягиваешь и все как раз для меня то есть меня как-то рыбак что-то никак не получается все заехали в лес погода изменилась начался дождь да сейчас уже скоро пойдет снег по идее заодно проверим как форанер себя ведет я жене она заснула и отопление на сиденье на поле включил жестоко конечно вроде улыбается нет походу она не заснула еще проблески ну пасмурно проблески на ней конечно на небе есть но все равно серовато это последние деревушки перед перед самим самой горой уже который рододендрон называется а американцы любят на таких трейлерах отдыхать классно когда обгонные линии есть на вот этих горных дорогах сейчас себя словил на мысли я уперся просто в эти две машины и думаю такое когда же уже эта обгонная линия появится обогнать а то брызгает тебе из-под колес и тут сам натолкнулся на психологический анализ самого себя а вот почему у меня именно в голову приходит только обогнать наверное это от характера зависит почему мне не приходит в голову просто притормозить чуть-чуть и дать ему ехать вперед даже не думаю об этом только обогнать интересно вот и меня кто-то обогнал вот и меня кто-то обогнал здесь уже начинаются горы заехали мы в городок здесь такое деревушку гавнен кемп называется здесь уже все снегу но дороги еще мокрые температура плюс два не холодно здесь вот мы в прошлом году остава останавливались во днем из отелей местных нормально здесь автобусы ходят довозят тебя до горнолыжных курортов которые здесь везде давай давай проезжай проезжай приехали на фиате ну сейчас какое вот сегодня какое число милка какое число сегодня тринадцатое декабря десятое десятое декабря здесь сезон запоздал и он открывается где-то только двадцатых числа только чтоб уже прилично было снега сейчас еще пока все закрыто в самом городе уже снег есть но на горах мало вот хороший отель правда еще пока не закончили стройку здесь это курорт как горнолыжный вон подъемники он и они туда идут высоко в горы с пересадками короче красиво туман лежит на горах да здесь можно с детьми приезжать на этих на шинах кататься с баком горочки здесь все ночью горит они оформляют эти гирляндами все такое форанер по вот этой слякоти вообще без проблем даже намека нету на то что он что-то там про буксовки или что-то такое даже намека нету как танк очень доволен этой машины в плане ее возможностей по бездорожью всего короче проезжаем этот город едем дальше вот здесь дерзкие ребята есть прям выезжают не смотрят никуда второй раз мне кажется дорога в саму гору будет вся в снегу сейчас мы посмотрим все поехали вверх но классно дорога расчищенная и присыпана еще даже неплохо сколько 70 километров едем пока и распогаживаться чуть-чуть начало ну да что им деньги терять отель наверно наверху это все расчищает чтобы люди могли доехать на легковой на любой машине красота как в сказке так это ну что Сейчас дети попросыпаются все Как будто на другую планету попали Вообще круто будет Как думаешь Милан Безопасно ехать и записывать Правой рукой, а левой рукой рулить Я в камеру не смотрю Так, как бы всем говорю Нет, вообще это моя жена записывает Да Это она телефон сейчас держит Вот кстати очистительная машина проехала Так что да Работают здесь люди Все, уже подъезжаем к курорту Вон люди Китаются На подъемниках Елочки от ветра все в одну сторону Все, почти приехали уже Все, едем в отель Чекиниться А вот сам отель Называется Timberline Lodge Ох, 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 ой, 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 ой Ой, понесло ее Капец, мне надо срочно объехать Сейчас ее еще на меня Ну куда на легковушках сюда заезжать, а? Тоже рискованные парни По крайней мере должен полный привод быть Заезжай Сейчас надо пойти мужику помочь Женщина Вау Все, приехали Запарковались Легкий снежок идет С той женщиной вроде все обошлось Сейчас пойдем посмотрим Ну да, никого нету Все само разрешилось Да не, вроде она отъехала Нормально Вот сам отель Он крупный Где-то 200 номеров Это его вторая часть Там Рестораны такие Забегаловки Короче, общепит И плюс аренда экипировки Продажа билетов Все такое А это уже сам отель В котором Ну, в котором как бы Останавливаешься, живешь Там тоже много всяких развлечений Ну, вот так вот Разделен на две части Короче Чуть-чуть холодновато Пойду оденусь посерьезнее Кстати Фуранер Сдал на пятерку Супер Олежка Ну че, как тебе? Снежок? Цаца? Я еще не по погоде Так обут В кроссовках В джинсах Да Снежок повалил Серьезно Кстати Вон там Бассейн Отопляемый С сауной Кстати Вот Как в Европе Подъемники Закрытые Здесь не сильно Распространены В основном Все открытые Нет Нет Все Сейчас пойдем к маме Олежка Поэтому Я уже как бы Присыщенный Этим делом Катаюсь только Если Нет снега И идеальная погода Тогда я достаю доску Катаюсь А то пока сидишь Тебе Во-первых Очки надо надевать Пока сидишь Тебе Насыпает в капюшон Все это Потом тает На тебе Когда я начинал Мне еще это нравилось Сейчас уже Уже не прокатывает Уже Накатался Короче Что Милка Давай круг дадим И поедем Уже В комнату Заезжать Окей Чекинемся Сейчас у них собачка Такая Синбернар Такой лежит Это типа Короче Ихняя Компанейская Собака А это короче Хозяин Наверное В 2006 году Умер уже Не знаю Может это реально Та же самая Собака Вот этот Заходим В начале Вот здесь Так специально Оно Как закрыто От снега Проход Это первый этаж Красиво Все так Атмосферно Забацана Бимы Бимы Такие Громадные Четко Игровая комната Пианино Настольный Теннис Вот это Американская Игра Ты им Свою карточку Даешь И они Тебе Выдают Чтоб Играть Потом Здесь Такие Как Как Керлинг Это типа Что-то Вроде Толкаешь Снаряд По Этому Столу Не Да 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 Вот В окошко Вид Снег Идет Здесь Тепло Внутри Кайф Ну Че Милана Сразу В ресторан Да Кучу Антиквариата Здесь Какого-то По Насобирали Нелли Куда 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 Ты Бьешь Так По Камере Там Какой-то Бар Внизу И мы С этим Потом Разберемся У нас Какая Комната 307 Лифт Рабочие Выходят Из лифта Так Пять раз Sorry Sorry Извините Вроде Просто Люди Вышли Прошли Приятно Да Customer service Даже Согласны Что Заходим Так Что Не знаю По-моему На фотографии Больше Было С какого Угла Не фоткали Я Не знаю Но Это Не та Же Самая Комната Мне кажется Что На фотографии Опа Нейку Посадили Ну Короче Вот Так Вот Маленькая Комната Туалет Душек Маленький Все Маленькое Места Мало И Это Средняя Еще Комната Это Не Самая Дешевая Самая Дешевая Мы Сейчас Проходили Там Видели Там Одна Кровать Короче Там А Не Самые Самые Дешевые Это Где Вообще Ты Вместе С другими Как Как В Хостеле Ну Хоть Вид Классный Так Вот Самые Дешевые Там Что По С Чем Это Получается Комна 150 Долларов За Ночь Этот Чуть Ниже Средний Да Вот Это Ржака Они В Комплекте Дают Затычки Для Ушей Я Думаю Сегодня Ночью Они Не Нам Понадобятся Хотя Нам Тоже Но Нашим Соседям Это Точно По Комнатам Мы Еще Переживали Дети Если Ночью Спать Не Будут Что Там Метель Подымается На улице Не Прогуляешься Сейчас Можно По отелю Побродить Пока Сейчас Пойдем Погуляем По отелю Главное Лобби Горит Разожгли Костерчик Камин Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, грубо говоря, это если тебе вот именно нужен снег на 100% гарантия Потому что внизу там еще горнолыжные курорты ничего не пооткрывалось А здесь 100% всегда будет снег Хорошая интересная атмосфера такая горная Очень сильно елками пахнет Вот этот материал, у него специфический запах В общем, это стоит этих денег Потому что сейчас в сезон вокруг Крисмоса Дом снимать Это минимум 350-450 долларов за ночь Здесь тебе 150 долларов за ночь Еще включен этот завтрак Еще один день бесплатно на лыжах кататься можно Ну, нормально Кожаное меню такое интересное Мы присели на закусончик На улице туман Точнее говоря, тучи Потому что мы где-то 3 километра с лишним над уровнем моря Сейчас такой легкий перекусончик сделаем Посмотрим, что у них здесь есть Копченые орешки Поджаренные на сковородке 8 долларов Коктейли Это все пиво и коктейли Я такой думаю, окей, а где еда? Это были закуски и выпивки Вот уже еда Чили 10 долларов Клемчаттер суп 12 баксов Колбаса 27 долларов Олимпийская какая-то Олег, ты посолил водичку? Да Так вкуснее? Да Ну, молодец Все, короче Конец связи Надо серьезно меню почитать сейчас Вот взяли суп Потом взяли для детей сэндвичи И ихняя чили Знаменитое, американское Не знаю, сейчас будем пробовать Все было супер Пустые тарелки Очень вкусно Супы Просто чили Все супер Все, теперь пойдем гулять Сегодня съемка прекращается Может еще завтра что-нибудь поснимаю И все Тут лежат Что-то